Всем привет, это B-Boy AirSex на проекте Break Advice. Мы находимся в Голландии, город Эйдховен, на тусе World B-Boy Classic. Итак, сегодня на моем уроке мы рассмотрим концепт, как придумывать свои собственные движения на примере базового движения CC. Итак, для начала необходимо нам вспомнить, как выглядит классический CC. Итак, одна нога прямая, на пятке, рука на костяшках, все четко. И перекидываем ногу с пятки на носок, пятку согнутой ноги, задираем вверх. Раз, 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 раз. Небольшая деталька, когда вы приходите в верхнюю точку, старайтесь держать коленки примерно на одном уровне, чтобы у вас выглядело не вот так, не вот так, а, бам, примерно на одном уровне. Раз, раз, раз. Теперь перейдем непосредственно к созданию новых движений. Давайте возьмем за, так сказать, за входные данные, какие у нас есть части тела, которые мы можем использовать. Начнем с ног, то есть это получается сам носок, опора, коленка, вся вот эта часть, дальше острый, острая коленка, потом кто-то может попробовать сделать это на своей попе. Дальше переходим. Спина, локоть, полный, также можно использовать острый, кто готов рискнуть. Ну и классическое на руке. Давайте попробуем сделать, оставим ноги в классическом положении и попробуем использовать варианты с руками. То есть у нас идет классический, локоть, острый локоть, бам, на плече. Теперь оставим руку в классическом положении и попробуем управлять с ногами. Получается, бам, классика, бам, на коленке, на острый и на попе. Ну, как бы, как вы заметили, и как я чувствую по своим ощущениям, что и выглядит на попе не очень эстетично, не очень красиво, и мне самому не очень комфортно. То есть не забывайте, когда вы придумываете новые движения, не забывайте о эстетике, что движение должно быть, выглядеть вкусно, красиво, должно быть, нравится вам в первую очередь, а потом уже вы думаете, как это будет смотреться на картинке, на видео или в зеркало. Но давайте не будем оставлять попу, все-таки это еще одно поле для работы. С ней можно сделать всякие штучки, например, какие-то переходы, смены направлений или смены позиций. Допустим, мы делаем, бам, классику, перевернулись, поменяли, бам, классика. Раз, два, бам. То есть теперь у нас, смотрите, как получилось. То есть у нас получилось, в одной стороне мы управляем руками, в другой стороне мы управляем ногами. И здесь, на самом деле, огромное множество движений, которых еще не освоено, это непочатый край работы. То есть мы можем взять, здесь, допустим, локоть, а здесь взять острый, да, и делать вот так, бам. Или берем наоборот, острый здесь и здесь острый. То есть комбинируем все возможные варианты. Бам, бам. Не стесняйтесь пробовать и придумывать. Методом проб и ошибок вы найдете то движение, которое будет лучшим, более, самым красивым именно для вас. Следующий, следующий уровень для работы, это у нас смена формы положения ног. То есть как ноги будут двигаться вообще. Не на чем они уже стоят, точка опоры, а как они двигаются. То есть раз, два, три, да, четыре и прочие варианты. Бам. То есть на самом деле здесь тоже очень много всего можно придумать. То есть, как я уже сделал, я уже сделал раз, пять различных вариаций, они мне пришли в голову просто вот так вот сразу же. Я особо не задумывался. Теперь давайте рассмотрим также подробнее положение ноги опорной, то есть которая у нас прямая. Допустим, ставим ее только на пятки. То есть мы не меняем ее, как в классике, носок-пятка, а оставляем только на пятки. Бам, бам. Здесь можно придумать разные варианты. Например, недавно я придумал вот такую штуку, можете попробовать. Мы делаем раз, на противоходе я ногу выпрямляю, ставлю ее на пятку. Здесь делаю сразу другую сторону. Раз, на пятку. Бам. Раз, бам. Раз, бам. То есть еще одно поле для действий у нас есть. Следующий вариант, давайте попробуем его оставить на ребре. То есть на ребре у нас получается такой, как бы, опоры жесткой нет, нога в скользящем положении, и мы можем этим воспользоваться. Вот я заваливаю ногу полностью на бок. Все, вот она у меня катается. И поехали. Попробуем в классике сделать. То есть помогаем толкать себя руками в тот момент, когда у нас нога входит в классический сиси. Раз, 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 раз. Попробуем поменять положение ног. То есть сам принцип остается тот же. Поменяем положение ног. Я теперь сделаю. Ногу занесу наоборот вперед, перед собой. И у меня уже будет вот это качающее движение выполняться коленкой. То есть движение будет выглядеть вот так. Еще раз боку, ногу на бок. И поехали. Раз, раз, раз. А теперь попробуем сделать то есть максимально сложный уровень. Получается мы поменяли форму ног. Теперь попробуем поменять форму рук. И сделать это все взаимодействие вместе. То есть у нас, чтобы обе части работали одновременно. И руки, и ноги. Попробуем сделать вот такой вариант. Я делаю. Сначала сам сиси. Раз, потом спускаюсь на локоть. Я одновременно выпрямляю согнутую ногу. То есть получается я делаю. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. То есть у меня получается, что взаимодействует одновременно и рука, и нога. То есть когда я делаю одно действие ногой, в это время у меня так же делает действие и рука. Теперь чуть усложним. Сделаем это движение более сложным положением рук. То есть мы теперь встаем в два локтя. И добавим еще одну детальку. Мы делаем сразу. Ставим два локтя, когда пятка приходит в крайнюю точку вверх. Бам. Теперь в тот момент, когда я выпрямляю ногу, как в предыдущем варианте, я руки ворачиваю внутрь. Вот так. Итак, все вместе. Раз, два, три. Еще раз. Локти. Бам. 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 Еще один вариант вот этого последнего концепта усложненного. Мы ставим сейчас противоположную руку. То есть мы делаем вот это классика, а мы делаем с противоположной рукой. Бам. И также меняем форму ног. Форму ног я сделаю вот такую вот. То есть одну ногу закидываю на другую. Вот так вот. И все будет взаимодействие. То есть в тот момент, когда у меня рука встает на пол, ноги в крайней точке наверху. И классика. Раз. Измененная форма. Два. Раз. Два. Если сделать это в динамике, смотрится так. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Итак, вот на примере C7 мы рассмотрели концепт, как можно придумывать свои собственные оригинальные движения, используя разные части тела. То есть мы берем все, что у нас есть и пробуем это комбинировать между собой в совершенно любых, любых, любых комбинациях, которые только возможны. Далее вы можете отталкиваться от своей физиологии и использовать какие-либо свои сильные стороны. Допустим, тоже острые локти, либо растяжка, либо вы можете долго ноги задерживать в воздухе и так далее. И это был Бибой Арсекс в Ракет Студио для вас на BreakAdvice.